Семимильными шагами двигается и наша программа по квартирам Кировчан, делая ремонты. Вот и сегодня у нас новый объект. Будет интересно. Про ремонт на Первом городском канале. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Кто заставил Илью Панова пилить двери? А вот мы ее распилили. Древесно-стружечная плита с влагой вещь несовместимая. Как подобрать мебель в едином стиле для всей квартиры? Как видите, эта гостиная отлично дополняет прошлый комплект. И необычные методы выбора натяжного потолка. Конечно, на вкус пробовать не рекомендую, но вот в цветах, формах и текстурах сегодня будем разбираться. А ведь мы уже на объекте. Сегодня нас ждет новое все. Открою секрет. Объект кухня. Если вы обратите внимание, то дверь стеклянная за стеклом нас ждет как раз наш герой. Его зовут Вячеслав. Уже не терпится с ним познакомиться. Скорее идем. Вячеслав, здравствуйте. Ну что, я вижу, кухня тесная. Кухня уже, честно признаться, старая. Нужно переделать. Рассказывайте, знакомьте нас с этим объектом. Да, кухня старая. Кухню хочется поменять всю. Мебель износилась. Все уже, обои вот отрываются. Вот. Нужен капитальный ремонт. Ну, а вам больше хотелось бы сделать такую мужскую, чисто брутальную кухню, либо нейтральную, чтобы здесь и женщинам было удобно, как говорится? Кухня для жены. Кухня для жены будет, да? Да. Да. То есть исключительно это ее территория, и ей будет подарок сделан. Чтобы ей было удобно, да, да, да. Чтобы ей было комфортно. Ну что ж, Вячеслав, мы со своей стороны обещаем, что будет все на высшем уровне, как это всегда и бывает. Ну, а по традиции программы сейчас мы бы хотели вас попросить уйти и до конца ремонта не появляться здесь. Ну, а пока до свидания. До свидания. Ну вот, с объектом нам все предельно ясно. Без дизайнера, естественно, здесь не обойтись. И пока мы ее ожидаем, передаем слово Илье Панову. Он расскажет кое-что интересное. На вкус и цвет фломастеры разные. То же самое можно сказать и о потолках. Конечно, на вкус пробовать не рекомендую, но вот в цветах, формах и текстурах сегодня будем разбираться. Одно из преимуществ натяжного потолка – возможность скрыть недостатки базового потолка, а также создать неповторимый эффектный дизайн в вашей квартире. Это относится и к цветам, и к фактурам, и к формам. Отдельное внимание уделите конфигурации света. Заказывая потолки, стоит обратить внимание на производителя. Наиболее надежными и востребованными являются потолки производства Бельгия и Германия. У них огромный цветовой ряд, огромное количество текстур. В общем, выбирайте на любой вкус. Кстати, о многоуровневых потолках. Многие думают, что для них всегда один из уровней – гипсокартон. Это заблуждение. Даже двухуровневый потолок может быть чистым в установке и без использования гипсокартона. Для этого мастера крепят специальную гибкую конструкцию, а швы полируются. Итог – эффектно, чисто и недорого. Почему недорого? Потому что пластиковая конструкция обходится дешевле, чем из гипсокартона. Современные условия диктуют экономию на всем, но не стоит скупиться на серьезные вложения. Правильно установленный потолок из качественных материалов будет служить вам долгое время и радовать глаз своим интересным внешним видом. В офисе компании «Потолки столицы» вам всегда сделают точный расчет стоимости в уютном офисе или прямо по телефону 775 079. Звоните и заказывайте потолки своей мечты. Натяжные потолки от компании «Потолки столицы». Честные цены без скрытых платежей и надбавок. Чапаева 11, телефон 775 079. Друзья, извините, отвлеку вас, просто там кое-что происходит. Наталья пришла. Заходите, Наталья, идите сюда. Здравствуйте! Здравствуйте, спешу на помощь. Давайте скорее проходите сюда и рассказывайте. Вот, знакомьтесь, объект, кухня. Ничего хорошего сказать-то не можем. Что будем переделывать? Я вижу, что объект очень сложный. Кухня маленькая, в печальном состоянии, поэтому мы будем все полностью кардинально менять. Я пришла не с пустыми руками, я пришла уже подготовленная, поэтому вы сейчас увидите наш дизайн-проект. Мы выбрали светлые, вкусные тона, бежевые и коричневые. Кухня очень маленькая, но нам нужна и печечка, нам нужна и моечка, нам нужны холодильники, микроволновка. Но мы это все компактненько, компактненько уместили, поэтому я думаю, что хозяйка будет довольна. По мягкой мебели нам должны сделать хороший, маленький, компактный диванчик для семьи. А по корпусной нам нужна хорошая кухня. Все должно быть компактно, все должно быть функционально и не марка. Замечательно! Не останавливаемся на теме мебели и продолжаем ее в следующей рубрике. Дамы и господа, знакома ли вам ситуация? Вы решили в своей квартире поменять полностью мебель. И вот когда вы оказываетесь в магазине, понимаете, что практически нереально найти различные предметы мебели в одном стиле. Приходится бегать по магазинам в поисках. Сегодня мы докажем, что абсолютно всю мебель можно купить в одном месте, в одном стиле. Поехали! В качестве примера за основу берем классический стиль. Как говорится, классика вечно, а значит в квартире мебель такого стилистического направления будет всегда смотреться выгодно. Итак, начинаем с прихожей. Все выполнено в едином стиле, напоминающем итальянские черты, благодаря декоративным накладкам и исполнению под старое золото. В этот вместительный комод войдет многое. Все выполнено элегантно и практично. Удобное кресло в лучших традициях этого стиля. Ну и функциональное пространство. Идеально гармонирует со всем комплектом. Но нам пора в гостиную. Обратите внимание, каждый предмет мебели от передвижного столика до шкафа не выходит за рамки заявленного стиля. Как видите, эта гостиная отлично дополняет прошлый комплект из прихожей. Здесь также есть декоративные накладки и, свойственные этому стилю, стеклянные витрины. Кстати, эта гостиная может комплектоваться и двухстворчатой витриной. Теперь мы в спальне. Хоть мебель здесь и выполняет другие функции, в концепции всей квартиры создается ощущение единого целого. Благодаря огромному ассортименту этого магазина здесь каждый найдет нужные предметы мебели под индивидуальный стиль. Я надеюсь, мы доказали вам, что купить качественную мебель в едином стиле в одном месте – это возможно. В магазине Шик вы найдете все от небольшой до крупногабаритной мебели высокого класса. Внимание! Только до конца ноября при покупке на любую сумму вы становитесь VIP-клиентом и обладателем карты «Люкс» с 10% скидкой на эту и все последующие покупки. Магазин Шик. Пятницкая, 87. В квартире есть несколько зон, которые принято считать самыми влажными. Мебель в таких местах должна быть особо прочной, чтобы в какой-то момент ее не подвело или она не сгнила. Это, конечно же, кухня и ванная комната. В следующую рубрику мы как раз посвящаем выбору прочной влагостойкой двери. А как поживают ваши двери в ванной? Разбухли? Расслоились? А вот если бы вы сразу все правильно выбрали, проблем удалось бы избежать. Выбрать дверь для ванной комнаты – это целая наука. Нужно обратить внимание на особое свойство и качество. А какие – расскажет специалист. При вываре дверей в ванную комнату прежде всего стоит обратить внимание на влагостойкость двери. Можно не смотреть на дверь, можно сразу попросить у продавца паспорт. Здесь указано все, все характеристики. Самый интересный вариант – проверить влагостойкость двери на месте. Попросите у продавца кипяток и полейте в места, куда может попасть вода в ванной. Если вам позволят это сделать, смело берите дверь. Важно, чтобы кромочный материал на двери был со всех сторон, то есть и сверху, и снизу. Уважающий себя производитель обязательно сертифицирует свои двери. И копии этих сертификатов всегда есть в паспорте. Это экологический, санитарно-эпидемиологический сертификат, Ростест и ИСО-международный сертификат. Важно, из чего изготовлена коробка. В данном случае это корабельная влагостойкая фанера и обязательно силиконовый уплотнитель. Он очень плотно приликает к двери и служит практически вечно. А теперь выясним, из чего же состоят двери. А сделать это можно только распилив их. Дверь эконом-сегмента была легкая. Что у нас внутри? А у нас внутри каркас из МДФ, деревесно-волокнистая плита, покрытая тоненькой пленкой ПВХ. Здесь мы видим отдельную кромочку, которая вот таким вот образом отстает от основания двери. И, соответственно, здесь в ванную комнату я бы вообще не советовал ставить, даже задумываться. С эконом-сегментом все ясно. Пришло время второй двери. Эта дверь находится в среднем ценовом сегменте. Цена блока будет стоить около 10 тысяч рублей. Здесь мы видим, что кромка двери сверху не покрыта ничем, нет защитного материала. Следовательно, влага будет попадать туда совершенно свободно. А вот мы ее распилили. И что мы увидели? А мы увидели, что внутри в каркасе ДСП, древесно-стружечная плита с влагой вещь, несовместимая. Что-то все не то. Продолжим поиски идеальной двери в ванную. Итак, дверь мы распилили. Что на ней видно? Вот здесь мы видим, что дверь цельная, прочная. Сосновый брус в каркасе. Плотный МДФ. Без пустот, без гофрокартонов и прочей ерунды. И, соответственно, эта дверь прослужит долго и не размокла. Найти оптимальный вариант дверей для всей квартиры вы всегда можете в сети салонов Геона. Неповторимые, оригинальные, качественные, стальные и межкомнатные двери с гарантией 7 лет. Найдите свою совершенную дверь с салона Мегеона в торговом комплексе «Планета». Реклама на Первом Городском канале, после которой вы увидите. От идеи в голове до реализации. Кто воплощает любые задумки при создании корпусной мебели? И на что обратить внимание при выборе сантехники для всей квартиры? Вообще, цель программы «Про ремонт» не просто внешне изменить объект, поклеить новые обои, поменять шторы, установить новую мебель, но и изменить то, что скрыто от глаз. В данном случае на кухне это сантехника. Поменять придется все. Вызываем в помощь следующую рубрику, которая разъяснит все тонкости выбора классной сантехники. Лихим телевизионным монтажом мы очутились в магазине сантехники. Как вы знаете, ремонт квартиры обязательно начинается с ремонта санузла. Ремонт санузла начинается с сантехники. Вот и сегодня наша задача выбрать унитаз, смеситель и ванную для нашего объекта. О всех тонкостях выбора поговорим прямо сейчас. Итак, поехали. И что брать? Именно с этих слов обычный человек начинает выбор смесителя. На самом деле все просто. В первую очередь берем смеситель европейского, либо китайского производителя, но проверенных брендов. Второе. Смеситель рекомендуется брать из латуни, либо нержавейки. Этот материал увесистый, его сложно с каким-либо другим спутать. Например, этот смеситель из хиумина. И он достаточно легкий. Не путайте. Конечно, не забывайте и о эстетической составляющей. Смеситель должен вам нравиться внешне. Ну и грамотная консультация только в проверенном месте. Вот секрет успешного выбора. А нам пора двигаться далее. Унитазы. Подвесные. Напольные. Что нужно знать о выборе привычных напольных? Во-первых, форма слива. Существует три типа. Этот называется ступень, проверенный бабушкин метод. Но здесь нужно дружить с ершиком. Второй тип. Боронкообразный слив. Здесь господин ерш вам не товарищ. А благодаря направлению струи омывается очень большая территория всего слива. Удобно. Ну и третий. Антивсплеск. А некоторые унитазы комплектуются сидением с мультилифтом. Данная функция только что разделила мою жизнь на до и после. Еще момент. Хороший унитаз сделан из фарфора. Он более плотный, прослужит намного дольше, легко смывается и не оставляет на себе пятен. А нам пора двигаться далее. На очереди ванны. Существует три типа. Первая. Стальная. Отчего довольно-таки шумная, но зато удобна в транспортировке. И прослужит примерно 15 лет. Вторая. Ванна чугунная. Тяжелая. Прослужит такая не менее 50 лет и может снабжаться хромированными ручками. Здесь опять же на вкус и цвет. И третий тип. Ванна акриловая. Выполнена из композитных материалов с акриловым покрытием, благодаря чему может быть выполнена в абсолютно любых формах. Можно даже врезать смеси. Хочется отметить, что акрил очень хорошо держит температуру, и вода в такой ванной остается теплой в три раза дольше. Кстати, всю сантехнику, душевые кабины, аксессуары для ванных комнат и многое другое по доступным ценам вы найдете в магазине «Сантехника» по адресу Ленина 190. Согласитесь, эта музыка так и шепчет «Поменяй меня! Скорее выкинь!» И мы приходим на помощь! Следующая рубрика как раз поможет выбрать не просто классную корпусную мебель, но и отличную фурнитуру. Плей! Какой должна быть кухня мечты? Скорее всего, отвечая на этот вопрос, хозяйки первым делом закричат «просторный», затем, подумав, добавят, что уютный, удобный и красивый, а еще функциональный. Найти в магазине кухонный гарнитур, где есть все и сразу, это, конечно, успех, но лучше понадеяться на себя. Как и сделала наша героиня Ирина Семенихина. Она всегда мечтала о классической кухне, белые тона, плавно переходящие в темные оттенки. Никаких цветных вставок и геометрических фигур. В магазинах подобных гарнитур не нашла. Решила придумать его дизайн сама. «Рисовать не рисовала, сидела в интернете, смотрела различные картинки. То есть, какие кухни, потому что еще кухню Витя решила с гостиной совместить, поэтому, чтобы было, ну, удобно, не очень ярко, чтобы было, поэтому хотелось много света, светлая мебель хотела». Свои желания и идеи Ирина Семенихина осуществила и заказала свой вариант кухни. Мебель по индивидуальному заказу может быть любой формы и цвета. Например, кухня обязательно со встроенной техникой, просторными полками для посуды. Для того, чтобы квартира смотрелась гармонично, мебель в комнате выполнена в таком же едином стиле и тоже на заказ. Проявить дизайнерские навыки можно не только в домашней обстановке. Рабочее место также немаловажная деталь, ведь от комфорта офиса зависит производительность труда и настроение работников. А еще офисная мебель – это лицо компании, которая и производит первое впечатление. Не можете придумать свой единый стиль, чтобы отличиться от конкурентов, наймите дизайнера. Ваш офис должен привлекать людей. Достаточно знать несколько главных правил. Мебель должна обладать эргономичностью и возможностью подгонки под каждого конкретного сотрудника. Лучше всего отдавать предпочтение натуральным материалам. Они не способны навредить здоровью. Немаловажным будет и цвет мебели. Добавьте стеллажные полки и шкафчики. Не забывайте и про тумбочки. Они пригодятся работникам для хранения деловых бумаг. Реализовать свои желания и фантазии вам поможет торгово-производственная компания «Контур» для клиентов как готовые варианты изделий, так и изготовление мебели на заказ. Изготовление мебели от эконом до премиум-класса. Широкий спектр используемых материалов и бесплатный выезд на замеры. Компания «Контур», улица Московская, 4, офисный центр «Заря». Ну вот, друзья, на сегодня это все. Мой вам совет заходить в нашу официальную группу ВКонтакте. Там масса всего интересного и все выпуски выкладываются тоже туда. Ну а с вами была программа «Про ремонт». Увидимся ровно через неделю. До встречи. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok